Всем привет! Сегодня 10 ноября, наш профессиональный праздник, День вышивальщицы. Баулы не забыла? Нет, все взяла. Камеры, флешки, аккумуляторы, работы. В общем, все. Самое главное, баул свои не забыла. Когда я буду так с дамской сумочкой ходить, так культурно, все время с какими-то мешками. Вот это, да, сколько нас сегодня много. Они работают, что-то еще делают своими руками, это вообще. Я вот просто преклоняюсь, вот все. Вера, я сегодня первый раз. Спасибо Ольге, что пригласила меня. Вышиваю недавно. Работ очень мало еще. В основном вяжу, шью. Друзья, как-то однажды к друзьям, я увидела, что висит картина, спросила. Он говорит, да, я сама там вышивала. Думаю, почему я вяжу и почему я не могу вышивать. Вышиваю чуть-чуть, прям очень-очень мало. Но и крестиком, и бисером училась. Ну и внучка сейчас подключается ко мне. Тоже мы вместе с ней. Меня зовут Татьяна, вышиваю. Я, наверное, класса с пятого, с уроков технологии. В свободное время крашу ткани и пачку тубов. Да, ну ты покажи, можешь даже прям вот пачечку эту взять, покажи. Так вот, чьи тканюшки я покупала. Будем знакомы. К этому все на них вышиваем. Еще не все, я еще там не засветилась пока. Мне вот та рыженькая понравилась, я сегодня возьму. Бронирую. Тоже сегодня. А мне вот сам черненькую последнюю. Там не черненький, а там и шоколадный. Да, шоколадный. А я принесла работы готовые на вашей конве. Сейчас сегодня покажу. Меня зовут Надежда Ивановна, я по образованию медицинская сестра. Давно на пенсии. И вчера было чудо в моей жизни. Я увидела Инессу. И благодаря вот этому человеку я сюда попала. Спасибо, как приятно. Ну, Ольгу я знаю. Ольгу я первый раз увидела в магазине территория. Но потом она оттуда исчезла, начала вышивать бисером. Боюсь крестик. Ну, пока вот он. Вот клуб сейчас нас организует, как раз приходите в клуб, и мы вас все научим крестиком. Ну, хоть Инесса. Многие пацаны. Многие пацаны. Меня зовут Вера. Я, наверное, больше как вязальщица, но вышиваю тоже иногда в промежутках. Мы вот с Верой познакомились. Как раз на встрече вяжем раньше. Я больше ребенку своему вяжу. Да. Ну, а вышиваю, когда энтузиазм на вязание пропадает, у меня выходит на первое, значит, вышивание. Вышиваю я, ну, когда-то в детстве. Потом мне подарили пару наборов с бисером и крестиком. А потом я решила вышить подарок маме на юбилей, фотографию. Ну, это фотографии вышиваются уже 4 года. В следующий юбилей. Да. Осталось совсем чуть-чуть, но как раз чуть-чуть. Да. Ксения. Меня зовут Ксения. Сколько лет? Ну, год 4-3 хожу, вышиваю. Как завела я в Инстаграм. Черт, у меня дернул посмотреть, какие-то чьи-то вышивки. И понеслось. Я еще... Чем я хуже? Чем я хуже касается валяния, гончаринги, вязания, шитья, еще много чего. Основная моя деятельность 9 лет создания украшений с камней, вязания, керамики, всего чего. Непопаде. Вот в этом году последние вышивки у меня с марта вышла на работу, вообще не связанную с творчеством. Ну, что-то меня потянуло, не знаю зачем. Но весной я зато... Черт, дергала. Вот зачем, я не знаю, туда мне обниму. Тоже не пустя, там-то в Инстаграме увидела и загорелась. В Инстаграме девочка мне дала знакомая, да. А вообще весной в марте пошла, выучилась на керамиста, еще я научилась немножко гончарить, несколько месяцев там поработала. Так что, короче, но вот пришла специально заново... Многопрофильная. Подзарядиться, да. Потому что лежит много. Хочется. Можно показать поближе этот шедевр. Танюш, давай. Прыщики я не снимаю. Оператор-профессионал. Меня зовут Таня. Я, наверное, вышиваю, я не знаю, ну с детства точно. Но почему-то мне работали, одни не сохранились. А сохранилась одна и сохранила ее моя Танюха. Я ее в 1997 году вышивала. Там ей салфеточку. Как раз утро этот набор принесу. Танюха, да, у нее по уважительным причинам она сегодня отсутствует. Потом как-то у меня все это свернулось, как-то это, а это я захожу, значит, в магазин, сидит женщина, продавец. И как раз вышивки у нас, вот где, как он, установка северная, там? Северная. Да. Империя вышивки. Была, да, империя вышивки. Она сидит, значит, вышивает. Марин Петровна была. И я думаю, блин, ведь я же ведь когда-то же, я же ведь. И я стояла, смотрела на нее, да, смотрела, смотрела, носит, вышивает. И, короче, пришла. Я через день купила себе набор. Это, наверное, как раз лет было пять назад. Вот. И как сейчас помню, это был реалисовский набор на черной конве белыми нитками. Это была... Черт тебя дурно. Экстрим. Орхидеи там были. Шерсть еще, да? Шерсть, да. А у меня еще аллергия, я тут это... Это, короче. В общем, я его за год, наверное, вышел. Вот. И при том, что как получилось-то, я его в основном брала, значит, на природу вышивать. И там мы с Юлей, мы вместе, у нас тут дружили. Мы же влюбатели, а вы... Да, мы с Юлей дружили. И тут я думаю, ну, а что, как раз самое, тут солнце светит и скучно, значит. И Юль ко мне подходит. А я тоже вышиваю. И все, и все, и у нас с тех пор еще любовь зародилась еще больше. Вот. Вышиваю я стараюсь много. В последнее время, да, мне вот... Я тоже подсела на все эти пластиковую канву. И... Либо совместники в инстаграме, либо наборы. Вот. С Олей мы с ней тоже познакомились как-то на ярмарке. Была ярмарка рукодельных работ. Моя сестра, троюродная, как раз тоже что-то из кожи, по-моему, она какие-то вот эти изделия, там, всякие украшения плела. И они вместе рядышком стояли. И вот я вот пришла вроде как на сестру посмотреть. Ну-ка, про ярмарку. Сегодня в севере девочек ярмарка. Так что кто хочет, что родиться, я хочу сейчас обратно. Вот, ну я всех рада видеть новеньких и стареньких. Присоединяйтесь к нам. Клуб сейчас название придумаем. Я заявила, что нас 20, а вот я до одного, как начали подтягиваться, я начинала 30 человек. А сейчас уже больше. Так что, вот. Алла Николаевна. Меня зовут Алла Николаевна. Я вяжу давно, а вышиваю. В декабре будет три года. Уже вот в своем свитере. Да, и вот тоже я попала сюда, туда благодаря Нессе. Потому что вот я увидела ее репортаж с соленого магазина, открытие, когда на территории был. И, в общем, туда, и сюда, как говорится, и пошло, и пошло, и вернуло. Так, всех я должна руками сегодня потрогать. Если это ваша работа, я же не могу ее не показать. И вот девочки очень радуют, что у нас вот настолько независимо от возраста, и умений, как все мы здесь вот готовы друг другу помогать, общаться, и всегда мы вот близко и рядом. Меня зовут Татьяна. Вышиваю бисером, ну, где-то 10 лет. Началось все это, конечно, с уроков технологии, но там крести к нам не показывали. Были у нас всякие швы, тамбурные, там, стебельчатые, бисером, правда, пробовала там. И зашла как-то в магазин в девятом году, смотрю, рукодельный магазин, набор висят. Для меня это было удивление, я даже не знала, что вышивают. Меня, конечно, тогда интересовал больше бисер. Увидела, помню, были кроши только, радуга бисера, наборчики, там, парочку висела, и все. А стольный крестик, крестик, крестик. Но я так посмотрела, нет, бисер хочу. Взяла бисер, все, ну, меня уговорили, ну, возьмите один наборчик, крестиком попробуйте. Хорошо. Бисером вышила, мне вообще понравилось. Крестиком попробую, ну, естественно, первый раз по бумажке прочитала. Крестик так, такой так, цел так, все криво, все косо. Я вообще без разметки, ну, напортачила по полной программе, ну, как-то вышла там маленькую работку. Потом уже меня мама познакомила, там, у нее на работе кто-то вышивал, она меня привела. Она мне все показала, это расчерчивать надо, это так надо делать, так. И она меня уже тогда более-менее научила. Ну, придя в магазин снова, бисера-то нету, ну, пришлось брать крестик. С тех пор и крестик, и бисер, но люблю больше бисерные, конечно, работы. Они мне больше нравятся. Ну, крестик забросить не могу, тоже нравится, работы очень красивые. Да, нам не нравится. Вижу образа в каменьях, видим результаты работ. Это очень красивые. Там есть по тысяче, есть по три тысячи сваровские. Это вот какая? Это тысяча. Ну, кстати, она очень красивая. Просто мы хотели сравнить вживую, мы уже на ютюбе этот вопрос обсуждали, хотели сравнить броши, какая дороже, какая дешевле, как они вживую выглядят. Ну, девочки, что хочу сказать, вот эта брошь, которая подешевле, да, она смотрится тоже великолепно. Ну, она как драгоценная смотрится, такая вот, не просто бисер и какие-то обычные бусинки, да. А вот Татьяна скромно умолчала, что у неё канал есть на ютюбе. Я-то её знаю. Она в кадре там не появляется. Два раза была уже. Да, 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 да. Я ещё хотела нечесть, чтобы он добавил. Да, название канала нам скажи. Татьяна вышивка от души, это канал. Это Татьяна вышивка от души, она в кадре не появляется, но я её спалила. По голосу, да? Нет, я по работам. Я в разу в каменях смотрела её мастер-класс, как она эту брошь вышивала. Здравствуйте, меня зовут Наталья, вышиваю очень много, 120 картин уже подарены. Даже сегодня принесла вам всем подарки. Кто желает, можете взять. Шью, вяжу и вышиваю. И Нессию с полтинником тоже я поздравляю. Да, с юбилейкой! Спасибо, девчонки. Я помню, 22 октября был день рождения. 5-0, вы нас у пользу! Браво! Есть наборчик. Ну, вот небольшие такие вот подарочки возьмёте. Здравствуйте, меня зовут Наталья. Начала вышивать в школе. У меня была даже одна законченная работа. Оценила её бабушка. Несколько лет у неё даже она стояла. Сама она её каким-то образом оформила. Потом был большой перерыв. Где-то в 2011 году я случайно забрела на север подварчик и увидела набор, который вышивала женщина-продавец. И, ах, это была... Я чувствую, это одна стену, да. Да, это было... Я примерно так же возвращалась. Причём работка такая немаленькая. Утро в сосновом бароке. Ну да, это совсем немаленькое. Начало было именно с этой работой. Я её сегодня принесла. Естественно, она мне не дошита. А у нас не дошитая работа. Значит, потом в 2012-м, естественно, всё это забросилось. Пик работы был, в принципе, как и сейчас. И по определённым моментам у меня началось эмоциональное выгорание на работе. Очень много работы с людьми, очень много переживаний, блеска к сердцу восприняется. Ну и, соответственно, меня потянуло на мелкую моторику что-то делать. Ну и далее у меня с 2017 года полетели работы на ура. Вот, даже есть парочка оформленная. Значит, да, успокаивает, очень успокаивает. Просто вот отключаешься, даже несмотря на то, что есть двое маленьких детей, это просто какая-то жизненная необходимость. От них тоже надо включать. Сделать парочку крестиков. Да, просто мысли о ней как роем, особенно под вечер, всё перекручиваешь весь день. И просто только вышивка спасает. То есть, 9 часов детей укладываю, и вот они 2-3 часа мои. Вот, и с опоением вышиваю. Ну, тянет меня, конечно, на большие работы. Не знаю, может быть, потому что начала с большой работы. То есть, они, в принципе, у меня сейчас не маленькие все. В среднем 30 на 40. Ну, вот, всё со слюнями такими. Смотрю, как вышивает Эстэ, как вышивает Голден Кайт. И потираю ручки, но пока боюсь. Есть что, посмотрите здесь. Эстэ и Голден Кайт. Да, просто. Голден Кайт я зимой принесу. Уже там что-то будет. А, у Ани начала вот Голден Кайт, а здесь вот девушка там. Вживую хотела посмотреть именно другие работы. Стала искать. Соответственно, наткнулась на Энессу. Вот. И с её вышивальными встречами со всеми. То есть, я поняла, что у нас в Оренбурге тоже встречаются. Надо найти как. Сначала написала в YouTube. Энессе она отправила к вам. Я вам написала. Ну, в общем, сегодня я первый раз. И я уже просто... Просто кемианинскими пупами было написано. Я сначала думала, ну, ко мне же много пишут там из других стран. И я удивилась, говорит, Оренбургу, отлично. Вот в общий чат тоже добавила. Очень рада, что с вами со всеми познакомилась, познакомлюсь. И с работами тоже. Ну, давай, Олечка. Меня зовут Ольга. Я на встречу как раз треть, наверное. Песочкой приходила. Сегодня вот я без дочери, она очень переживала, что у неё тренировка с утра. Не попадает она к нам. Так она вышивает, сама ничего не вышивает. Она только маме умеет работу вовремя подкинуть. А сама волейбол. Начала вышивать пять лет назад, но, как большинство, смотрю, начинала тоже с бисеров. У меня очень много было бисерных работ. И друзьям дарила, но в основном иконы бисером. А потом, опять-таки, меня мой ребёнок посадил на крестике. Она купила себе наборчик котёнок с сердечком. Я, говорит, вышла. Начала там что-то кулемить, я стала ей помогать. В итоге она это забросила, а я этого котёнка дошила. И вот всё, с тех пор с иголки слезть уже не могу. Меня зовут Ольга. Я с вышивкой познакомилась совсем недавно. Я начинала с алмазной мозаики. Потом Олины родственники познакомили меня так с её магазином. Я начала вышивать сначала бисер. И потом, ну, сейчас крестик. Здравствуйте, я Лариса. Ну, вышивальщица я, в общем-то, не такая профессиональная, как все. Так, время от времени что-то. А сегодня сюда привезла ватные игрушки. Ну, мы с Ксенией у нас многостаночники. Да, да, скорее всего. Да, и войлочные, кстати. Нет, она и шьёт, и вяжет, и вышивает. И всё, понимаешь. И игрушки ночью крутят, и чем только не занимается. Периодически работают. Я слышала маму. Спасибо вам за дочь. За дочь. Я вам хочу представить такой вот, ну, большой глобальный проект, который, в общем-то, я давно вынашивала. Библиотека нам предоставила не только место для наших встреч, где мы можем собираться теперь не раз там в квартал, а чаще, если это, опять же, будет от нас зависеть. И нам они предоставляют помещение для проведения выставки. И эту выставку готовы предоставить вот к этому Новому году. То есть уже к концу ноября мы можем открыться. Всё зависит от нас, насколько быстро мы сможем собрать работы. И это бесплатно. То есть от нас, да, здесь, на втором этаже. Если вам интересно, у них сейчас там идёт выставка художницы, можете посмотреть, как это всё презентуется там. Ну, конечно, освещение там вот такое только, но как бы я считаю, что надо пробовать. Окна большие, панорамные, там помещение больше в два раза. Там, наверное, две таких вот комнаты. К Новому году, опять же, смотрите как, я говорю, я готова своей работы новогодней в этот Новый год пожертвовать на выставку. Мы уже обговорили, что ёлочные игрушки будут... Ну, вот сейчас хотим именно тематику новогоднюю сделать. Новый год, Рождество, то есть ангелы там какие-то вот... Снимите имя, да. Да, вот... Потом ёлку мы уже обговорили, что ёлочные игрушки на искусственную ёлку будут развешаны. Вот, то есть у кого... Вот у меня вот игрушки есть, многие же из вас игрушки вышивают. Общебная стрима, да. Вот. Предлагают прям вот с конца ноября и до Старого Нового года провести. От нас зависит посещение людей, да, то есть мы для чего это делаем? Чтобы это популяризовать. У нас вот, видите, уже... Я заявила, что у нас придёт 20, а здесь нас уже вот сейчас пересчитай. 40. Уже, наверное, да, 40 человек. То есть это и дети со школы могут прийти, и с работы вы можете приглашать коллективы свои. То есть и мы хотим попробовать, вот Инесса говорит, там, и мама может попробовать, чтобы и СМИ тоже осветила хотя бы как-то. Потому что мы на город не можем выйти. Они вот отказываются категорически, они не признают нас как вот какое-то творческое такое сообщество. Вот. А мы покажем, что вот чем мы занимаемся. Многие считают, что это вот картины в рамах и ничего больше другого. Ну, очень много же прикладных и те же вот новогодние игрушки. Оль, мы с тобой видеообращение сегодня запишем и закинем к ним на сайт, чтобы они на нас внимание обратили. Смотрите, каким образом. Работы, в принципе, здесь Светлана Петровна занимается этим. У меня её телефон, контакты, всё. То есть работы можно привозить непосредственно сюда. От вас зависит. Если это картина, то желательно на оборотной стороне вы приклеиваете листочек. Техника, потом, ну, имя, фамилия, естественно, там, название, да, крест, там. Ну, если примерно размер работы, помните, там, да, либо в крестиках, либо так просто. И кто же делает. Да, ну, я говорю фамилиями обязательно, да. То есть если это прикладная вещь, ну, я не знаю, как вот, либо как-то пакет или бирочки, да, какую-то такую можно сделать. Именно чтобы и потом вам забирать, и чтобы здесь не потеряться. Они всё это под запись, кто что привёз, всё это будет фиксироваться. Потому что, ну, опять же, это наши работы. Поэтому вы подумайте, вот, ну, опять же, не думайте долго, да, чтобы вот это вот не затянулось у нас до бесконечности. Потому что желающих здесь выставляться много. Вот пока нам дали вот коридор, вот что сейчас место свободное. А это чьё? Это вот я теперь работаю рома-стилистом. Это селективное авторское или нишевое фамилия. Она распространяется только через дистрибьюторов. И я являюсь вторым мастеристом в компании. Девочкам вкладываю ароматно. Девочки, смотрите мне, какой берет подарили. Я люблю береты. Спасибо большое. А тебе хорошо даже идёт береты. А я только береты и ношу. Девчонки, нас сегодня так много. Столько новеньких. Так, надо как-то умудриться совместное фото сделать. Да, но сорвину. Скучнее. Столько сегодня работ принесли девочке. А вот это у тебя тоже осталось. Это вот эта икона продаётся у нас на рынке «Локомотив». У нас есть такой рынок. На третьем этаже. И там уже подобрано. Тут фирма написана? Нет? Ну, в общем, это малознакомая фирма. Это вот я на пяльце одеваю. Поэтому это самая грубая. Ну, в принципе, сделано неплохо. Здесь вот получается вот этот бисер и вот эти камни здесь. А я покупаю, получается, вот этот купила уже чешский бисер. А, это ты отдельно подбирала. Да, это уже отдельно. А я думала, в комплекте идёт. А в набор только получается, только вот этот сам жемчуг и камни. А то я видела, там китайским были укомплектованы. Как-то я к ним подходила, и там был... Ну, да-да-да. А я знаешь, на что обратила внимание? Сейчас китайский бисер стал намного лучше, чем был раньше. Вот более ровнее. Да, ровнее стал. Есть такие бисерки? Ну, что, нормально подобрано, да. Ну, когда натянется, конечно, лучше. Потому что здесь вот не натянут этот. И я вышиваю вот так, получается. Просто ниткой, которая титан. Титан стоп. Нет, не мононить. Потому что где-то мононить, всё вот она мононить. Но, конечно, не так этот сам. Она стягивает мононить. Но я совсем не люблю мононить. Да, она как-то она стягивает вот эту мононить. А когда простыми нитками, вот у меня там есть одна работа. Вот она. Я тоже бисером простыми нитками вышиваю. Потому что мононить, она закупывается очень сильно. Да, масштабненько. Масштабненько. Это чья работа? Девочки, чья работа? Это ваша работа. Вы ее на чем натягиваете? И что, как вы вышиваете? На станок так не влезло? Вот так. Это мы годами там вышиваем. А где покупали? На Олегстрасе. На этом написать здесь довольно отличное. А изнанка? Изнанка я не собираю. Кто бы сказал, что это... Я туда не бежу. Все равно зашьется. Я не сумею такого. Здорово. Вот из больших вот этого. Ну она поменьше, это чуть-чуть. Это сама 90 на 90 на квадрате. Ну и с рамкой метрами с лишним. Она висит на теплое зашить или висит? Да, полная, полная. Тут килограмм с лишним бисера. Это набор какой-то? Да, это барвистая вышеломка. Я у них брала. Цветы у меня есть огромные. И сколько она весит, оформленная? Не знаю. Ну это бисер килограмм. Бисер плюс рама, да? Бисер плюс килограмм. Рама, стекло, вы себе вешаете. Под стекло оформлено? Да, она со стеклом. Вот такая вот высокая длина есть. Тоже большая. Ой, какие мышки. Это из ваты, да? Это ватные мышки. Девчонки из ваты, смотрите, какие классные. Девочки, сегодня столько красоты. У меня глаза разбегаются. Вот эти куколки от Дивной вишни. Я Василисе хочу такие вышить. Классные. Они на магните? Это магнитная девочка. Да, Дивная вишня. А можно посмотреть, как клеится? Да, мое. А вот здесь вот шайбочки. А, вот шайбочки вот так, да? Ой, какая прелесть. Вообще четыре одежки, но я одну... Какая прелесть. Я Василисе такие хочу, да. Есть Маша и есть Даша. Да, вот есть темные. Супер. Это Даша. А, это Даша. А еще есть Маша. Это просто из-за одежды. Клево. Клево. Вот это здорово придумано. Вот, кстати, вот эти шайбочки, они на холодильник не прикрепляются, потому что они не магнитные. Вы вот как-то остались. Вы можете, что-то приобретать. Здорово. А там еще и... Вот это внучке моей нужно обязательно. Вот это вот Новослобода, оберег в дорогу. А, да, да. Я вот тоже на них смотрела. Я хотела для Алины вышить, но я вживую не видела. Ангел, хранитель. А вот с другой стороны какой-то князь Владимир. Очень красиво. Внутрь зашита молитва. Молитва. Молитва, да. Очень красиво вот это. А я на самом деле думала, они меньше. Когда на картинке смотришь, они меньше. Молитва, что ее можно как на груди носить. Да. Вот это вот, конечно, не повесишь. Ну, дома, где иконы висят, можно туда. Ну, вообще она как бы для машины идет, да, чтобы зеркало лежит ее в машине. Ну, и не все. Кому-то отвлекают от дороги. Вот это вот. Ну, можно именные. Вот иконы. Вот князь Владимир, как именные. Владимир, я для него сделала. Ну, вот, можно просто он дома где-нибудь повесит, оберег. Наталью дарила ей на день рождения. Она прямо, чтобы не прослезилась, когда ее там визит. Вот. Девчонки, я очки одела, разглядела. По-моему, это ювелирные писары. Это ювелирный, да. Ювелирный, да. Я вышивала у меня у подружки до рождения. Вы вышивали? Мне кажется, это мельче. Здесь мельче. Это не десятка. Очень красиво. Олена работа, вы ее уже видели. Вообще, сегодня очень много новых работ. Правда, девчонки все... Да, девчонки все разбрелись по кучкам. Нужно искать хозяев. Да. Кто хозяйка, кто хозяйка. Так, вы, да? Это честненько. Я вышивала. Ой, я его не помню. Я это схема. Не Анна Петуновой? Наверное, Петуновой. Там вот так вроде по стилю похоже. Да, да. А это лен? Вот это что? Это конюшка. Да, это лен. Это какой каунт? Наверное, 32-й. Это 32-й каунт. Ну, очень. А антокологичный, очень хороший. А цвет очень красивый, лимонный. А как называется этот цвет? Или не помните тоже? Оле? Оле брали, нет? Возможно, Оле брала, но давно. Она у меня давно. Потому что она вот не молочная, а лимонная. Очень красивый цвет. Очень выигрышно подошла, вот к лепесткам. Да. Желковатый. Мне очень нравится этот цвет, но в 28-м каунте его нет. Это тоже по авторской, да? Это, нет, это как бесплатная схема из интернета. А вот эти бабочки, цветочки отдельно прятают? Это моя, это я с Дашей. Это с Леонардом. Синий карандаш. Уже сами придумали? Да, да, да. Долго вышивали? Это быстро. Быстро? А вот это что интересное такое? Да. Это не мережки? Это мережки, бесплатная схема, жаржинка, да, георгинка. Вышивачка. Прикольно. А это, по-моему, летом вы приносили. Вот эту я приносила летом, а в этом году я фару в треугольнике вышила. Это подушки будут? Это будут подушки, скорее всего. Ну, очень медитативная вот эта вышивка с переходом. А не утомила вот одно и то же, нет? Нет. Татьяна, о чем вы говорите? Еще вот переходы подбирали, да? Да, подбирала переходы цветов. Наоборот. Это меланж? Это меланж 111 ДМС. Вот одна нитка. Это еще не очень. Это наоборот медитация, когда подбираешь переход черный канва вот совсем не домила легко. Надо, чтобы пол был светлый. А, то есть, чтобы просвечивал, да? Да, да, просвечивает пол. Я вышивала, кстати, здесь в библиотеке. У меня немножко катила. Здесь на рукоделии я час ее ждала. И пока я ждала, вышивала. Мертвая, кстати, ей прям вдохновенно. Вдохновенно. Очень красиво смотрится. Очень красиво смотрится. Соблазнять нас принесла Оля. Красоту. Так все, чтобы забрали. Ага. Смотрите, с кем я встретилась. Это Татьяна. Вышивка от души. Тоже к виду свой канал. Она тоже блогер. Ссылочку на ее канал я оставлю под видео. Это мои вышивки. Вот все, что было тут, все, что мои зрители не видели, я принесла. Потому что до этого я уже летом приносила все свои работы на встречу. Это без корнюшки от Клар, которые, наконец-то, надо шить. Да. Наборчик уже был, да? Да. Это роза от Волковой по авторской схеме. Видите, что крючки я у тебя просто шутила. Ну, как-то она у меня быстро вышилась. Даже как-то незаметно. Кстати, когда собиралась, я сама удивилась. О, у меня роза, говорю, есть. А вот это лежит давно. Это венок, да. Это венок плодородия. Изобилие там другой. А это плодородие. Вот где неразлучники. Но здесь нужно пришить бисеринки. Вот здесь бисеринки. И вот здесь ягодки, да, нужно пришить. Я не показывала, потому что не дошит уже год лежит. В общем, надо взяться и, наконец-таки, шить. Это же пана, да? Это пана, да. А вот это то, что я на канвушке ручного окрашивания вышила. Но вот это оставила, как будто ведьма полетит. Вот, сюда я... Вот это вышило светящимися нитками. Да, только они такие ужасно непослушные. И крестики кажутся неровные. Вот. Ну, вот эти звездочки тоже вышиты светящимися, и металликами. Вот. Но вот сюда я хочу либо замок, либо дерево мне надо найти черным. Черным корявое. Девчонки, у кого вот где схемка, если есть, вот такое черное корявое дерево, то есть вот летит тут как будто ведьма. Да, ведьма. А вот сюда вот мне нужно, наверное, ветки какие-то вышить. Вот так. Ну, в общем, пока еще не придумала. Вот. Это в интернете нашла маленькую схемку. В общем, вот почему-то сиреневый. Ну, ладно. Он же сказочный, типа. О-о-о-о. А вот это, девчонки, на крупной конве. Вот видите, вышивала, но вышивала в четыре нити. Но, в принципе, мне нравится так грубо, так смотрится, как прям по теме. А вот этот шармик мне подарили, кошечку, и я его сюда вот пришила. Ну, в общем, очень понравилось вот на этой конве вышивать. А что за руки? А, это Лугана? 25-й. 25-й Лугана, да. Видишь, она здесь однотонная. Кстати, могу похвалиться изнанкой. А что тут не хвалиться одним цветом? Все вышивает. А вот. Ну, в общем, мне очень понравилось на этой Лугане вышивать. Это не в два прокола, нет? В один прокол? В один, потому что в четыре нити неудобно, да, неровно ложилось. А вот эти окошки в три нити, потому что гаммовские нитки, а вот эти ДМС в четыре. Ну, черный светится, этот все не видно, этот светится. Ну, мне очень понравилась эта тема и вот эти пауки. Я не знаю, почему, что со мной такое произошло. Вот, очень понравились пауки. И хотела светящимися нитями вышить вот эти глаза и окошки. Но нить светящаяся, она белая. И ее видно, и некрасиво. В общем, я эту затею оставила. Сейчас там еще мелочи. Да, там у меня мелочи много, правда, не оформленные. Часть я приносила летом. Вот, часть лета. Это все летом я приносила, да. Вот это уже, по-моему, позже. Смотрюшечки. Я уж по датам не помню. Я вот знаешь, что думаю. Вот пластик, пластик, вот сейчас у меня вышит динозаврик. На пластиковый прозрачный. Чем сшивать? Белая нитка некрасиво будет, она яркая будет. Здесь белый пластик. Здесь белый пластик. Хорошо, да, у меня тоже. А вот прозрачный, чем сшивать? А может быть, белую шелковую нить взять? Смотри, если вот таким, смотри, обмёточным швом сшивать аккуратненько, мне кажется, она будет как на оверлоке кромка смотреться. Ну, здесь тоже будет видно. Я хочу, чтобы не так сильно видно. Ну, сижу, думаю, чем сшивать. На белый мне больше нравится. Тебе на какой больше нравится? На белый нравится. Это просвечивает, и дырочки плохо видно у меня в глазах. Да, да, да. А я купила отдельно белую канву. Если будет попадаться пластиковая, то я заменю. Ой, белая, да. Если прозрачная будет попадаться, я заменю на белую. Этот, да, я летом тоже приносила. А вот эти, по-моему, я уже позже вышивала. Честно говоря, не помню. Я столько видео снимаю, что я не помню, какие раньше, какие позже. Вот эти красивые. Я ещё матрёшки купила. Мне очень нравится. Василисе внучке как нравится. Она их разглядывает, играет. Это же шерстью. Шерстью, да. Баночки. Это не я вышивала, это подарок. У меня же на шерсть аллергия. Но я хочу заменить. И хочу заменить на хлопок и сама вышить. Я же люблю такую мелочёвку. Хочу сама попробовать. Я же вышить. Девочки, сегодня я снимала мало. Потому что мне очень хотелось лично пообщаться со всеми, а не через камеру. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok